Управляющая компания «Солидарность» объявила войну жителям дома на Лермонтово-45. Сегодня по номеру горячей линии НВК Саха обратились жильцы новостройки, которые сообщили, что работники компании спилили все железные ограждения во дворе и демонтировали решетку техэтажа. В чем причина таких действий «Солидарности» узнавала Саргылана Захарова. В подъезде дома на Лермонтово-45 стоит едкий запах расплавленного железа. До самого утра сотрудники управляющей компании «Солидарность» здесь начали спиливать металлические конструкции. В немилость попали решетка техэтажа, комната консьержки и все ограждения во дворе. Это же тоже нужно сейчас будет все как-то заливать теперь, потому что это же не будут штыречки вот эти торчать. И там, где они спиливали, получается, решетки, там же тоже получается сейчас все-все, пока они спиливали. Эти искры были и все стены, все нарушено. А история началась с того, что собственники решили переизбрать домоуправителя. 70% жителей проголосовали за компанию «Сфера комфорта», за старого всего около семи. Такой результат удивил только «Солидарность», а вот жители говорят, что все к этому и шло. Сейчас на данный момент вода, вода грязная, ужас. Вызывали не один раз распад в отребнадзор, еще не выяснили, откуда идет, почему такая грязная вода в новом доме. Решали проблему просто. В день воду отключали по нескольку раз. К приезду нашей съемочной бригады в непотребном виде оказалась и бойлерная. Однако, по мнению сотрудников организации, течь в трубах – это нормальное явление. По поводу протекания в бойлерных, это не соответствует действительности, но это фильтры, наверное, фильтры. Фильтры, они должны, да, по вашему, на пол лица? Нет, там же специально есть даже отверстия в полу. Правомерным компания считает и демонтаж конструкций. Жители требовали, значит, если мы с вами остаемся, значит, вы нам делаете вот эти ограждения, делаете консержки, делаете решетки. И там, ну, по АТ, значит, толкаете, чтобы они нам устанавливали площадку, потому что там тоже у них проблемы с этой площадкой. Мы, со своей стороны, это все выполнили. Только мы это все сделали, тепло запустили, сразу же, значит, проводится собрание, или как это все, или поделывается, или в лютине. И, что является сейчас переходом к управляющей компании. Таким образом, управляющая компания заявила свои права на имущество и решила забрать с собой то, что, по их мнению, принадлежит ей. Жильцы по этому поводу уже обратились в правоохранительные органы. Кто прав, а кто виноват, и кому же все-таки принадлежит спиленное имущество. Будут разбираться в соответствующих органах. Саргалана Захарова, Василий Ильин, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.